Сегодня замечательная дата, красивая. 07.07. Если вдруг сегодня ночью в окно вы увидите бегущего голого человека, а рядом костёр, не пугайтесь. Это мы так отсекаем календарь. На самом деле есть такая традиция или нет, я считаю, что стоит обратиться к специалисту и узнать. Да, прямо сейчас мы поговорим с директором Уральского фольклорного объединения Фолк Толк Сергеем Антоновым. Доброе утро. Доброе утро. Ночь Ивана Купала, да? Именно сегодня она? С сегодняшнего дня ночь на следующий день. С 6 на 7. Именно подготовиться можно успеть ещё. Целый день у нас для этого есть. С 6 на 7. А, с 6. Ночь прошла вот этой ночью. Ладно, хорошо. Да, совершенно верно. Можно ли сегодня совершать какие-то обряды или всё это было уже вчера? Можно. Можно, потому что на самом деле для Урала, для Урала, вот вся эта обрядность, только не бегание голыми по ночам. Это же фантазии Семёна. Это уже фантазии, да. Как же прыгать через костюм? Ну, какие-то фантазии. Это не фантазии Семёна, это нормальные общие наши фантазии, связанные с таким романтическим представлением, которое появилось в 19 веке. Вот вот это. Сырочки, ночные рубашки, девушки, венки, венки по воде. А что, неожиданного нет? В какой-то степени, дело в том, что это такой большой миф, который создали романтики, написав картины, потом кино сняли, и вот эти кинообразы, они везде внедрились, и вот такое представление о празднике Ивана Купала и осталось. А всё остальное как будто бы и нет. Ну хорошо, а вообще чему посвящён этот праздник? Безусловно, он связан с временем года, именно с летним солнцестоянием, с тем, что самые длинные дни в это время, самые короткие ночи и определённый цикл там сельскохозяйственных работ. Всё связано было с полевыми работами ещё. Определённые работы закончились, праздничные дни, и начинаются новые работы, другие на поле. Просто вообще отдохнуть этот праздник, да? Отдохнуть, но праздник выполнял функцию не только отдыха. В праздник люди, собственно, общались и создавались вот эти крепкие связи внутри общины. Поэтому праздник огромную функцию имел, помимо того, чтобы отдохнуть. Почему Иван Купала называется праздник? Может быть, ну, не все знают, но я... Это какой-то святой, хотя это больше к язычеству, наверное, относится. Вот смотрите, это явление называется у нас в науке двоеверием. То есть действительно смешение определённых традиций дохристианских, очевидно, что они были на Ивана Купала. То есть традиции эти заключаются в ночных бдениях, кострах, ночных встрече солнца, восхода. Считалось, что солнце в эти дни играет. И на Ивана Купала, и вот в последующие дни, вот эти солнцестояния, до Петрова дня солнце играет. Оно меняет цвета. Есть свидетельство, действительно, такой эффект есть. Мы просто его не замечаем. Так вот, а вопрос-то был, я упустил. Ну, самый главный вопрос... Почему? Почему он Иван Купала называет? Потому что 7-го числа, день Ивана Крестителя, день рождения, и Иван Купала, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, это прямая калька, то есть перевод Иван Креститель. То есть крестить, это омывать, ну, купать в воде, в купеле. То есть крестить... Но появился этот праздник еще до Ивана Крестителя. Очевидно, вот это... У меня просто с логикой бомба, поэтому не знаю, что делать. Дело в том, что этой логике, на мой взгляд, не поддается. Вот этот факт. Потому что многие уверены, говорят, что это христианский праздник. Это, собственно, день рождения Ивана Купала. Потому что это действительно Иван Креститель. Иван Купала можно так перевести со славянского на греческий. Это все будет Иван Креститель. Все традиции и описания праздника, они очень много схожести с язычеством имеют. Ну, про язычество, во-первых, мы очень мало знаем, кроме вот этой романтики. Надо тоже критически к своим знаниям относиться. Нам немножко... Да как же, к русалке, не ходи к воде, там русалки есть такое. Ну, есть. А русалки же, это явно не из христианства, извините меня. Не проводи время один, а иначе тебе будет худо. А, то есть ты знаешь традиции. Конечно, в лес не ходи, придет конец. Ну, там ведьма может быть. Да. Это, ну, извините меня, Боже упаси. Подождите, вот смотрите, ночь прошла, кто-то уже какие-то ритуалы вчера выполнял. Ну, а день тоже несет же за собой какие-то тоже ритуалы, может быть? Что нельзя делать Иван Купала? Ну, самое, да, самое главное, это, конечно, Купальская ночь. То есть это время, так же, как зимние святки, когда самые длинные ночи и короткие дни. Вот на святки ряженые ходят и считаются. И так же вот в этот летний период, что невидимый мир, невидимый, то есть духов каких-то, он, границы стираются с нашим миром. И вот в это время действительно опасно. Можно и колдовать, и еще что-то делать, и гадать. И это очень опасное время. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем тем, кто, быть может, в ночь с шестое на седьмое, именно сегодня, когда проснулся, понял, что вчера поругался со своим любимым человеком. Расслабьтесь, это какие-то духи немножечко приблизились, стали к вам ближе, стерев границы. Но духи бывают и хорошие. Поэтому если вы наоборот, что-то у вас было хорошее, то это тоже благодаря духам. Правильно я понимаю? Логика примерно такая. Логика примерно такая. Они где-то здесь. А в этом празднике можно долго говорить, можно много спорить. Хотелось бы поинтересоваться о ваших проектах. Скажите, вот вместе со своей командой вы проводите проекты. Можете подробнее о них рассказать, что планируется, что было? Конечно. Мы как раз занимаемся реконструкцией настоящей, аутентичной, традиционной культуры. И у нас на данный момент, мы уже много осуществили, все, что связано с уральской, уральские хороводы, ну, настоящие уральские песни, танцы и уральский костюм. Вот прямо сейчас у нас есть два проекта, поддержанных президентским фондом культурных инициатив и фондом президентских грантов. Это по песенной уральской кадриле, это особая традиция, особое искусство. Любопытно. То есть на протяжении столетий, можно сказать, люди с поколения в поколение передавали определенные танцы. И до того, как не было гармошки, например, которая вытеснила все, все музыкальные инструменты на свете, прекрасный инструмент гармошка, но до этого под песней исполнялись эти танцы. Вот эти кадриле мы реконструируем, мы записываем методические ролики. Сколько времени нужно, чтобы завершить этот проект, и он вышел на какую-то стадию, когда мы сможем с ним познакомиться? Проект продлится до конца года, но у нас будут методические фильмы. Уже сейчас мы ведем вот эти вечерки с этими кадрилями. То есть мы знакомим. Уже сейчас можно приходить? Можно приходить. Ну так все тогда, оно и понятно, оно и хорошая новость. Спасибо вам, что вы к нам заглянули. Спасибо большое.